К другим новостям. Проблема защиты интеллектуальной собственности остров стала со вступлением России в ВТО. Как в новых экономических условиях оградить бизнес от недобросовестной конкуренции и защитить инновационные разработки ведущих предприятий республики, а также малого и среднего бизнеса, обсудили сегодня эксперты и представитель власти на экономическом совете. Уже давно говорят, что Чувашия не богата нефтью и газом, поэтому наш регион должен развиваться за счет интеллектуальных ресурсов. Как отметил Михаил Игнатьев, импульсом должны стать инновации. Представители ведущих предприятий такую позицию полностью поддерживают и стараются как раз делать ставку на интеллектуальный труд. Мы работаем на основе тех положений, которые выработаны в нашей организации. У нас имеется методика расчета и выплаты вознаграждения авторам служебных изобретений. На всех этапах НОКР и даже до начала включения темы в план у нас проводятся патентные исследования. Одним из единственных игроков на рынке тяжелого машиностроения, который отстаивает интересы России, это промтрактор. Мы развиваем свою линейку. И сегодня мы ставим задачу нашим конструкторам разрабатывать новые модели, которые мы будем вводить на рынок через 3-4-5 лет. Но разработки идей должны быть защищены, иначе они будут тормозить инновации. В этом уверены представители крупных предприятий республики. Оградить свои достижения от недобросовестных конкурентов оказывается не всегда просто. Было открыто в Чебоксарах КБ-21, куда стали массово переманивать мои конкурторов. У нас хорошая служба экономической безопасности. И мы провели свой анализ и попросили правоохранительные органы проверить, как на самом деле работает данная компания. Когда пришли компетентные сотрудники, они обнаружили везде в офисе документацию промтрактора. Она была в компьютерах, она была на флешках, она была в печатном виде. Когда задали вопрос, почему, мы получили ответ. Это наши. После проверок было возбуждено уголовное дело, и таких посягательств на разработке собственников немало. Люди, которые научили зарабатывать легкие деньги на чужом труде, они будут в реальной жизни. Исходя из этого, эти случаи тоже будут где-то повторяться. И с учетом того, чтобы минимизировать все те реальные случаи, которые будут происходить, то, соответственно, давайте будем рассматривать. В Чувашии растет число национальных патентных заявок. Если крупные предприятия больше волнуют защиту интеллектуальной собственности и патентов, то в мелком и среднем бизнесе свои проблемы. Наши изобретатели зачастую страдают из-за правовой безграмотности. В случае незаконного использования товарного знака за защитой обращаются не все. Некоторые боятся участия в судах, другие не могут доказать свои права в использовании товарного знака. Ну, скажем, одна из ежкаролинских фирм зарегистрировала всем известный сорт колбасы в советское время, славянская. Вот слово «сочетание славянское». Ну и обратилась к некоторым нашим производителям колбасы с предложением в добровольном порядке возместить определенные денежные средства, возмещать регулярно на использование вот этого. Мы предложили этому предприятию побороться на этом поприще, но они сказали, нет, мы бороться не будем, мы лучше потратим средства, новую упаковку закажем, и подальше от судов, но это тоже убытки и время, и серьезные денежные потери. Конструктивных предложений оказалось немало. Нужно проводить информационную разъяснительную работу. Торгово-промышленная палата и экономический совет во главе с Михаилом Игнатьевым ставят охрану интеллектуальной собственности под особый контроль. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика.